С информацией о том, что такое субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и кто имеет право на ее получение. Перед представителями средств массовой информации Артемовского выступил директор Центра по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья Рашид Юсупов. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг – это помощь государству гражданам с низким уровнем доходов в оплате жилья и коммунальных услуг в виде частичного или полного погашения этой платы. Использование данной формы социальной поддержки направлено на то, чтобы граждане не расходовали на оплату жилищно-коммунальных услуг неприемлемо высокую часть своего совокупного дохода. Так 12% совокупного дохода для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют средний душевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 22% совокупного дохода для иных одиноко проживающих граждан и семей, отметил Рашид Юсупов. Субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг предоставляются гражданам Российской Федерации на оплату жилого помещения, в котором они зарегистрированы по месту постоянного жительства. Право на субсидию имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилом фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения, квартиры жилого дома, части квартиры или жилого дома. По словам директора центра, при расчете субсидии учитывается совокупный доход всех зарегистрированных лиц в квартире и членов их семей. Выплата части затрат гарантирована только на квадратный метр площади, которая положена на одного человека по социальным нормам. Расчет затрат будет производиться только исходя из заплаты за положенную жилплощадь. Все суммы, превышающие данные нормы, не учитываются в расчете субсидии. Так, на одиноко проживающего гражданина положена субсидия на 33 квадратных метра, на двух человек по 22,5 квадратных метра на каждого, на трех и более человек по 21 квадратному метру на каждого. Ну, здесь хочу обратить внимание населения, многие не понимают эти цифры. Многие пенсионеры, одиноко проживающие, имеют большие площади квартиры, им кажется, что на всю квартиру положено субсидии нет. Законодательно закреплено, что одиноко проживающие имеют право только на 33 квадратных метра. Рашид Юсупов напомнил, что субсидия носит заявительный характер и назначается сроком на 6 месяцев при предоставлении полного пакета документов. При обращении за субсидиями необходимо предоставить с заявлением следующие документы. Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к члену его семьи с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена. Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещениям, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена. Документы, содержащие о сведениях лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. Документы, подтверждающие доходы заявителей членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов предоставляют документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации для избранной ими системе налогообложения, что удостоверяется документом налогового органа. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение коммунальной услуги, начисленные за последний месяц перед подачей заявления о предоставлении субсидии. И о наличии и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения коммунальных услуг. Покупка твердого топлива при наличии печного отопления подтверждается документами на приобретение и доставку твердого топлива. Копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителей членов его семьи, гражданству Российской Федерации и или государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидии на оплату жилого помещения коммунальных услуг. С предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена. Кроме того, Рашид Юсупов подчеркнул, что субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг или при заключении или выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ним членов их семей. А при исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии, независимо от раздельного или совместного проживания, учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи, супругам, супругой, родителями или усыновителями несовершеннолетних детей, несовершеннолетними детьми, в том числе усыновителями. Директор Центра по расчету субсидий также отметил, субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев, и каждые полгода необходимо предоставлять документы, подтверждающие право на субсидию. В связи с принятым правительством Российской Федерации постановление о внесении изменений в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, документы для назначения субсидий теперь могут предоставляться не только при личном обращении. Документы для назначения субсидий теперь могут предоставляться не только при личном обращении в уполномоченное учреждение или почтовым отправлением, но и в виде электронного пакета документов, подписанного электронной подписью, с использованием портала государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр. Вот практика у нас уже заявителей такая, что часть заявлений подают они через многофункциональный центр. При этом днём обращения за субсидией считается дата получения документов уполномоченным органам. Обязанность подтверждения факта о вправке документов лежит на заявителе. Так, граждане, имеющие право на субсидию только в месяце отопительного периода, могут подать заявление о предоставлении субсидии в любой месяц, предшествующий началу отопительного периода. При этом днём начала предоставления субсидии считается день обращения заявителя уполномоченный орган, а выплата субсидий производится только в месяце отопительного периода. В пределах установлено срока предоставления субсидий, начиная со дня обращения заявителя. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В случае предоставления получателю субсидий или членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат или компенсации размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки, рассказал Рашид Юсупов.